Специалисты из 60 регионов собрались в Красноярске, чтобы обменяться опытом и определить стратегию развития библиотечной сферы всей страны. Конгресс проводится при поддержке федерального Минкульта и правительства края. Таким образом, власти всех уровней подтверждают, что библиотеки играют важную роль в жизни людей. Библиотеки — это не только место, где получают книги, где читают книги, но, конечно, это определенные центры творческой жизни. Поэтому мы всемирно со стороны всех уровней власти способствуем развитию инфраструктуры. В крае такая работа ведется уже несколько лет. По поручению губернатора реализуется масштабный проект модернизации библиотек. Многие учреждения серьезно преобразились и внедрили новые технологии. Вот так выглядит современная библиотека. Раньше это место было полностью занято полками с художественной литературой. А теперь это просторный и уютный зал, где можно не только почитать, но и научиться монтировать клипы и видеоролики, создавать аниме и просто общаться. Неудивительно, что в такую библиотеку молодежь хочет ходить. В год ее посещают больше 140 тысяч читателей. Эта цифра может вырасти еще в два раза. Именно настолько увеличилась посещаемость уже модернизированных библиотек. Из книгохранилищ они превращаются в пространство, интересное для любых возрастов. Мы создали комфортные условия для родителей, студентов, с тем, чтобы они могли в этой комнате оставлять своих малышей и совершенно спокойно работать с литературой, за которой они пришли. Благодаря такому подходу Красноярск в этом году стал библиотечной столицей России. Наш край входит в пятерку самых читающих регионов страны. Мы были нацелены, чтобы регион, который мы отобрали, обладал таким достаточно продвинутым опытом. И такой опыт есть. И он будет представлен участникам конгресса, потому что наше заседание будет проходить не только в рамках одной библиотеки, на одной площадке, а по профилям различных секций. У нас более 40 секций. Интересно, что Всероссийский библиотечный конгресс – это не просто профессиональное мероприятие для специалистов. В дни форума в Красноярске пройдет множество интересных концертов, спектаклей и выставок. Хочется показать им все самое лучшее, что есть у нас в культуре региона. И, конечно же, это и наш симфонический оркестр, и ансамбль танца Сибири имени Гаденко. Абсолютно все наши учреждения показывают какие-то свои программы. Например, ради этого события на 18 мая наши музеи перенесли музейную ночь. Так что все желающие смогут стать частью Всероссийского библиотечного конгресса. Подробную программу мероприятий можно узнать на сайте Министерства культуры. Алина Штоколова, Алексей Бусев. Новости.